Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий от Канала Купленов. Лэй, оки-доки, чики-пуки, туки-пуки, блять, хуюки. Короче, игрушка под названием Тук-тук Литернатурный Клуб. Клуб. Короче, игра, браги-кто, бобёк, судя по всему, которые сидят в Литернатурном Клубе и читают книжки. Это типа необычная какая-то визуальная новелла, необычная анимешка, не что-то типа там этого, которым проходили, там, бобёк ревнивый, всех резала, берила. Это типа чё-то какой-то хоррор, но хотя хуй знает. Хоррор в розовых цветах, это что-то такое странное, но не знаю. Много её просят, короче говоря. Я её видел давно уже, давно-давно, но она была на английском. А тут думаю, чё, блять, просят? Чё думаю, за дела-то, алёвишься? Я уже прекрасно знаю, что мой английский не понять простым, необразованным мною смертным, так сказать. И поэтому играть в английские игры я в такие, вчитабельные, я смысла не вижу. Оказывается, есть на русском. Короче, Team Enthusiast, если чё, вначале было написано Team Enthusiast. Версия, где я тут была, в прошлый раз запускал один чё-то там. Короче, сфотоводный доступ к версификатору есть, всё хорошо. Короче, новая игра, введите своё имя. Я за кого буду играть? За кого я играю, скажи мне? За себя или не за себя? Давай, допустим, я буду куплено в... Я надеюсь, я... Будет пол выбираться, нет? Хуй не знает. Не будет, но так не будет, ладно. Короче. Эй! Чё? Ко мне навстречу бежала одна надоевле девушка. Она изо всех сил махала руками, кажется, совершенно не осознавая, что этим привлекает излишнее внимание окружающих. Её зовут Сайори. Сайори, да? Сайори. Она моя подруга и подруга детства, и мы живём по соседству. Йоу. Она из тех людей, с кем ты сегодня вряд ли стал бы дружить. Но так уж вышло, что вы знаете друг друга уже не весь сколько. Так, кто это сейчас говорит, я не понимаю. Мы всегда ходили в школу вместе, но когда перешли в старшие классы, она стала просыпать всё чаще, а мне надоело постоянно дожидаться её. Когда она так агрессивно меня преследует, иногда хочется просто убежать. Однако я только вздохнул и стал ждать на перекрёстке, пока Сайори меня не догнала. Так, отлично, это мужской род. Ха-ха! Что это? Ха-ха! Я снова проспала! Но в этот раз я смогла тебя догнать. Возможно, но лишь потому, что я решил... А, возможно, но лишь... А, это я говорю, всё окей. Вот написано, купленов. Возможно, но лишь потому, что я решил остановиться и подождать тебя. Ммм, ты говоришь это так, словно задумал меня проигнорировать. Это жестоко, купленов. Ну, знаешь, если твое странное поведение привлекает внимание людей, я не хочу, чтобы они думали, будто мы пар или типа того. Ну, ладно, ладно. Но ты же меня всё-таки подождал. Думаю, ты слишком добр, чтобы быть жестоким, даже если хочется. Тебе виднее, Сайори. Хе-хе-хе-хе-хе-ска. Мы перешли улицу и направились к школе. По мере приближения к школе улицы всё больше заполнялись другими учениками, совершающими своё ежедневное паломничество. Кстати, купленов. Ты уже решил, в какой вступишь клуб? Клуб? Я же говорил меня... А, я же говорил... А я же говорил... Я же говорил, меня клубы не интересуют. Я даже не искал. А-а-а, неправда. Ты сказал мне, что в этом году вступишь. Разве? Уверен, что это произошло во время одного из многих наших односторонних диалогов, когда я соглашался со всеми её словами, пролетающими мимо моих ушей. Сайори очень любит, слишком обо мне беспокоиться. Я совершенно доволен своей средней успеваемостью и растратой юности на игры и аниме. Да. Я беспокоюсь, что ты не научишься общаться и до университета не превратёшь никаких социальных навыков. Твоё счастье для меня очень важно. Я понимаю, что ты сейчас всем доволен, но меня убивает мысль, что через пару лет ты станешь хиккой, потому что не привык жить в реальном мире. Ты ведь доверяешь мне, да? Не заставляй меня и дальше о тебе волноваться. Ну, хорошо, хорошо. Я погляжу, какие клубы у нас есть, если станет от этого легче. Но ничего не обещаю. Ну, ты хоть обещаешь, что постараешься. Да, это я могу обещать. Ура, ура. Какая заботливая девчушка. А почему мне читает лекция такая легкомысленная бабёха? Но больше всего я удивляюсь тому, что позволяю себе пасовать перед ней. Наверное, когда я вижу, как сильно она тревожится обо мне, я инстинктивно хочу, чтобы немного её успокоить, хоть я инстинктивно хочу хотя бы немного её успокоить, хоть я понимаю, что у себя вголовенно раздувает проблему до эпических масштабов. Окей, то есть я вступлю в литературный кропиток, мне. Сегодня обычный день, в школе незаметно подошёл к концу. Совершенно. Собрав вещи, я тупо уставился в стену, словно пытаясь найти там хоть каплю мотивации. Клубы. Сайори хочет, чтобы я поизучал клубы. Думаю, мой единственный выбор начать с клуба любителей аниме. Эй? Сайори? Сайори, наверное, зашла в класс, пока я витал в своих мыслях. Оглядевшись, я понял, что остался в классе один. Я думала, мы встретимся, когда ты выйдешь из класса, но увидела, как ты сидишь тут и считаешь ворон. Серьёзно, по количеству ветра в голове ты порой обходишь меня. Я впечатлена. Тебе не нужно меня ждать, если из-за этого ты опоздаешь в свой собственный клуб. Ну, я подумала, что тебе нужно немного вдохновения, поэтому... Чего? Ты мог бы вступить в наш клуб. Сайори? Да? Я ни за что не вступлю в ваш клуб. Ээээ, злюка. Сайори вице-президент литературного клуба. Никогда бы не подумал, что её интересует литература. По сути, 99% уверен, что она взялась за это, решив, что будет весело помочь создать новый клуб. И первой проявив инициативу после предложения идеи создать клуб, она получила должность вице-президента. В общем, можно заключить, что её интерес к литературе гарантированно ещё меньше моего. Увы, я вступаю в аниме-клуб. Ну, пожалуйста. Почему для тебя это так важно? Эээ, я вроде как обещала им, что приведу нового члена. А нацуки кексиков напекла. Хе-хе-хе-хе-хе. Не давай обещаний, которые не можешь сдержать. Не могу понять, то ли Сайори действительно настолько легкомысленно, то ли настолько хитра и специально всё это спланировала. Я глубоко вздохнул. Ладно, я загляну, угощусь кексом, идёт? Отлично, пошли. Ты бля какая, смотри-ка сообразительная. Сегодняшний день буквально был увековечен продажей собственной души за кексик. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Сука. Ну, кексик, понимаешь? Он такой свежий, вкусный, такой, его прям хочется жрать, а уек сожрал души уже нет. Ебать кексы опасные. Я отрешённо следовал за Сайори по школьным коридорам и лестницам. В этом крыле, обданном под учебные классы выпускников и клубные комнаты, я бывал нечасто. Происполненная энтузиазмом, Сайори распахнула дверь класса. Всем привет. Я привела нового члена клуба. Я же просил не называть меня новым членом. А? Я обвёл комнату взглядом. Добро пожаловать в дистанционный клуб. Приятно познакомиться. Сайори всегда говорила о тебе только хорошее. Серьёзно? Ты привела парня? Отличный способ вывести всю атмосферу. А, куплинов, какой приятный сюрприз. Добро пожаловать в клуб. От увиденного я потерял дар речи. В этом клубе полно невероятно симпатичных девушек. На что уставился? Хочешь что-то сказать, говори. Прошу прощения. Нацуки. Хм. Девушку зовут Нацуки, она мне не знакома. Её маленькая фигурка словно бы говорит о том, что она только поступила в старшую школу. А ещё, по словам Сайори, именно она испекла кексы. Когда она становится ворчливой, можешь просто его игнорировать. Прошептала мне на ухо Сайори и повернулась к остальным девушкам. В общем, это всегда полная энергия Нацуки. А это Юри, самая одарённая девушка в клубе. Говори так. По сравнению с остальными... Ага, по сравнению с остальными, Юри выглядит куда более зрелой и робкой. И кажется, ей гораздо труднее находиться в компании людей типа Сайори и Нацуки. Эээ, да, приятно с вами познакомиться. Звучит так, будто вы с Моникой уже знакомы, я права? Всё верно. Здорово видеть тебя, снова видеть тебя, Купленов. Эээ, Моника приветливо улыбнулась. Мы знакомы, в прошлом году мы учились в одном классе, хоть общались и нечасто. Моника, наверное, самая популярная девушка класса, умная, красивая, спортивная. В общем, совершенно не моего уровня. Так что её искренняя улыбка заставляет меня почувствовать себя немного... И мне тебя тоже, Моника. Присаживайся, Купленов, мы освободили от тебя место за столом, так что можешь сесть рядом с Моникой. Я принесу кексы. Эээ, ты их приготовил, я сама их принесу. Прости, я слишком переволновалась. Тогда, может, я заварю побольше чая? Ебать, давайте накидаемся в натуре. Девушки сдвинули несколько пар, чтобы сделать большой стол. Как и сказала Сайори, стол расширили так, чтобы появилось свободное место рядом с Моникой и ещё одно рядом с Сайори. Нацуки с Юри направились в угол комнаты, там Нацуки взяла накрытый скатертью... скатёркой поднос, а Юри открыла кладовку. Всё ещё чувствуя себя не в своей тарелке, я присел рядом с Сайори. Нацуки горделиво шествует к столу с подносом в руке. Так, вы готовы? Та-да-а-а! Я думаю, что я определюсь с их интонацией к концу хотя бы в этой серии. Потому что их сколько? Четыре штуки, нихуясь четыре девчухи, ты с хуй разберёшься. Ага. Нацуки откинула скатерть, под ней оказалась дюжина белых пышных кексов в форме котят. Мусики были нерисованы глазурью, а кусочки шоколада образовывали ушки. Как мило! Я не знал, что так отлично готовишь, Нацуки. Ээээ, ну, знаешь... Бля, я не понимаю, как их вообще... Короче, поторопитесь и ешьте уже! Первый кекс взяла Сайори, потом Моника, я последовал за ними. Как вкусно! Промямлила Сайори с набитым ртом. Она уже успела вымазать лицо в глазури. Я верчу кекс в руках и сейчас какой бы страны его откусить. Нацуки затихла. Я не могу не замечать, как она украдкой бросает взгляды в мою сторону. Она ждет, когда я попробую? Наконец-то я откусил немного. Глазурь сладкая, с богатым насыщенным вкусом. Интересно, сама ли она ее приготовила? Очень вкусно. Спасибо, Нацуки. Чего ты меня благодаришь? Не то, чтобы я... Где-то я это уже слышал. Для тебя это приготовила. А? Ну, я думаю, что чисто технически так и есть. Сайори сказала... Может и так. Но не знаешь ли для тебя, болван? Как скажешь. Я сдался перед странной логикой Нацуки и не стал арчивать. Юрия вернулась к столу с чайным сервизом. Она аккуратно расставила перед нами чашки, чайник разместился рядом с тарелкой и кексами. Ты хранишь в классе целый чайный сервиз? Не волнуйся, мы получили разрешение от учителей. И потом горячая чашка чая помогает насладиться хорошей книгой. Согласен? А, пожалуй. Алый. Эээ, не тушуйся так. Юрий просто старается тебя впечатлить. Эээ, я вовсе не... Юрий обиженно отвернулась. Я просто хотела сказать, то есть... Тут я с тобой согласен. Хоть для меня ни чай, ни чтение не являются любимым времяпрепровождением, чаем я всегда не прочно сладиться. Я рада. А Юрия едва заметно улыбнулась, явно почувствовав облегчение. Моника уделенно скинула бровь, но затем улыбнулась мне. Так, с чего ты решил рассмотреть литературный клуб? А, так с чего ты решил рассмотреть литературный клуб? Эээ, я боялся этого вопроса. Что-то мне подсказывать не стоит говорить о том, как Сайори чуть ли не силы затащила меня сюда. А, просто я еще не вступил ни в один клуб, а Сайори здесь так нравится, так что... Все в порядке, не стесняйся. Мы сделаем все, чтобы ты чувствовал себя, как дома идет. Как президент литературного клуба, я обязана сделать его веселым и увлекательным для всех. Эээ, Моника, я, если честно, удивлен. С чего ты решила создать свой клуб? Ты бы наверняка могла войти в совет любого крупного клуба. Разве ты, например, не возглавляла дискуссионный клуб в прошлом году? Ааа, ну знаешь... Откровенно говоря, меня воротят от всех этих политических интриг в крупных клубах. Такое чувство, что мы там только и делали, что спорили о бюджете, рекламе и подготовке к мероприятиям. Я же хотел заниматься тем, что мне нравится, и сделать из этого нечто особенное. А если я смогу привыть остальную любовь к литературе, то, можно считать, моя мечта осуществилась. Моника, и правда замечательный руководитель. Юрий тоже со... Ага, Юрий тоже согласно захевала. Тогда меня уделяет тот факт, что в клубе так мало народу. Наверное, тяжело создать новый клуб? Можно и так сказать. Немногие люди жаждут вкладывать все силы в создание чего-то совершенно нового. Особенно, если это что-то не привлекает сразу твое внимание, как в нашем случае литератур. И тебе приходится много работать, чтобы донести до людей, насколько она может быть веселым и благородным занятием. Поэтому школьные мероприятия, такие как фестивали, очень важны для развития клуба. Я уверен, что до выпуска мы сможем сделать этот клуб большим и популярным. Что думаете, девчата? Согласна. Мы сделаем все, что в наших силах. Еще бы! Это такая пизда отдельная, это такая тихая, это такая фа-фа-фа-фа. А это типа самая такая-то типа что-то, блядь. И теперь это нужно пытаться все угадывать. Все с энтузиазмом согласились. Такие разные девушки, но у всех одна цель. Моника наверняка приложила немало усилий, чтобы найти их троих. Думаю, именно поэтому они так обрадовались новостью о пополнении состава клуба. Хотя я до сих пор не уверен, что так же сильно смогу полюбить литературу, как они. Слушай, Куплинов, а что ты обычно читаешь? Ну... Диалоги в играх. Учитывая то, как мало я читал последние годы, меня такой вопрос поставил в тупик. Эээ, мангу? Промевлил я про себя как бы в шутку. Нацуки вдруг резко дернула головой. Похоже, она хотела что-то сказать, но так и не решилась. Видимо, ты не из книголюбов. Ну, я могу измениться. Что я несу? Я выпалил это, не подумав, как только увидел печальную улыбку Юрии. А что насчет тебя, Юрии? Ммм, так сразу трудно сказать. Юрия провела пальцем по краешку чашки. Больше всего я люблю романы, в которых описываются глубокие и сложные фэнтезийные миры. Искусность описания и творческий размах в них просто невероятны. А истории, происходящие в параллельных вселенных, затягивают тебя с головой и дарят массу впечатлений. А видно, с какой страстью Юрия рассказывает о своих любимых книгах. Первое мое впечатление не сложилось как о застенчивой и скромной девушке, но видя, как горят ее глаза, я понимаю, что ей куда комфортнее среди книг, чем среди людей. Ну, вообще-то, ну, вообще-то мне много что нравится. Еще меня сильно увлекает история с глубокой психологической составляющей. Разве не поразительно, как писатель может воспользоваться недостатком у тебя воображения, чтобы вызвать целую гамму эмоций? А еще в последнее время я читал много книг в жанре ужасов. А, я тоже читал одну такую. Я в отчаянии ухватился хоть за что-то, чтобы поддержать разговор. Иначе Юрия с таким же успехом могла бы разговаривать со Стенкой. Ага, Юрия, именно этого я от тебя и ожидала. Чтобы такая утонченная девушка, как ты? Да, возможно, это выглядит необычно. Но если история заставляет задуматься или уносит меня в другой мир, я не могу просто оставить ее на полке. Сюрреалистичный хоррор зачастую меняет твой взгляд на мир, пусть эта перемена и длится всего мгновения. Вненавижу ужасы! О, и почему же? Ну, я просто... Взгляд Нацуки на долю секунды встретился с моим. Забудь. Точно, ты ведь больше любишь писать о милых вещах, правда, Нацуки? Что? С чего ты это взяла? Ты оставила черновик с записями после последней встречи клуба. Судя по нему, ты писала стихотворение под названием... Не говори его вслух! И отдай черновик! Хорошо, хорошо. Э, твои кексики и стихи. Что бы ты ни делала, все выходит таким же миленьким, как и сама Нацуки. Сайори подошла к Нацуки сзади и обняла ее за плечи. Я не миленькая! Нацуки, ты пишешь стихи? Ага. Ну, иногда. Тебе-то какая разница? По-моему, это круто. Прощешь мне как-нибудь? Нет уж. Нацуки отвернулась, избегая взгляда. Какая-то, знаешь, это такая... Лет 12, бля, девчушка нахуй. Как она вообще в школу? В принципе, наверное, это, короче, две бабы, блядь, выпускники, а это две из третьего класса, нахуй. Они тебе не понравятся. А, значит, ты еще и не уверенный в себе писатель. Я понимаю, что чувствует Нацуки. Чтобы поделиться такого рода произведением, нужно нечто большее, чем просто уверенность в себе. Истинная форма произведения — письмо, посвященное самому себе. У тебя должно быть желание открыться своему читателю, раскрыть перед ним свои слабости и самые потаенные уголки сердца. У тебя ведь тоже есть писательский опыт, верно, Юрий? Может, если ты поделишься с нами своей работой, то станешь показательным примером для Нацуки, и ей проще будет поделиться своей. Кажется, у Юрия те же сложности. А, мне так хочется прочесть их и девчат. На пару секунд в комнате повисла тишина. Хорошо. Ребята, у меня идея. Нацуки и Юрия вопросительно посмотрели на Монику. Давайте все, когда придем домой, сочиним по одному стихотворению. А на следующей нашей встрече сможем поделиться им с остальными. Так все будут в равных условиях. Ммм... Ммм... Да, давайте так поступим. Ха-ха-ха. К тому же, раз у нас появился новый член... Новый член, да, уверена, что это поможет нам узнать друг друга получше и укрепить наши узы. Куплинов, ты согласен? А Моника снова одарила меня теплой улыбкой. Постой, есть одна небольшая проблема. А? Какая? Теперь, когда мы вернулись к изначальному предмету разговора о моем вступлении в клуб, я прямо выдал то, что все это время не давало мне покоя. Вообще-то, я не говорил, что вступлю в ваш клуб. Сайорио говорило меня заглюнуть, но я еще не принял решение. Я все еще хочу посмотреть другие клубы и... Я потерял ход мыслей. Все четыре девушки устали с на меня отрешенными взглядами. Но... Извини, я думала... А-а-а... Куплинов... Вы... Я просто беззащитен перед этими девушками. Как я могу принять взвешенное решение в виде их реакции? К тому же, если написание стихов та цена, которую мне надо заплатить, чтобы каждый день проводить в компании красивых девушек? Так. Ладно, я решил. Я вступлю в литературный клуб. Одна за другой девушки просияли. Ура! Я так рада! Саюри крепко обняла меня и запрыгала от радости. Эй! Ты на секунду меня по-настоящему напугал. Если бы ты им решил лишь ради кексов, я была бы крайне разочарована. Я официально объявляю тебя нашим новым членом. Добро пожаловать в литературный клуб. Ээээ... Спасибо, наверное. Отлично. Полагаю, сегодня на этой прекрасной ноте мы можем официально завершить нашу встречу. И не забывайте сегодняшнее задание. Написать стихотворение к нашей следующей встрече, чтобы мы все могли друг с другом поделиться. Моника обратилась ко мне. Купленов, я с нетерпением жду твоего творческого самовыражения. Ихихихихи. Ха-ха-ха-ха-ха. Ага. Могу ли я впечатлить звезду класса Монику своими посредственными писательскими навыками? Я чувствую, как во мне растет беспокойство. В это время девушки весело болтали, а Юри с Нацуки убирали со стола. Слушай, Купленов, раз мы оба уходим, может, пойдем домой вместе? А ведь точно. Мы с Аюрой никогда не ходим домой вместе. Она всегда остается в клубе. Конечно, пошли. Ура! Ура! Она такая довольная. И вот мы оставляем клуб позади и идем по дороге домой. Всю дорогу мои мысли крутятся вокруг четырех девушек. Сайори, Нацуки, Юри и, разумеется, Моники. Буду ли я счастлив вроде каждый день после школы в литературном клубе? Может, у меня будет шанс стать ближе к одной из них? Ладно. Мне просто нужно как следует воспользоваться ложившейся ситуацией, и я уверен, мне обязательно улыбнется удача. Но сперва стоит написать стих сегодня вечером. Бля, стихи писать, вы че ебанулись, это не мое. Пришло время написать стихотворение. Выберите слова, которые по-вашему подойдут нравящейся вам девушке, с той девушкой, с которой больше всего понравится в ваше стихотворение, и у вас может произойти что-то хорошее. Да? А кто из них кто? А как определять? Энтропия. Ебать. Энтропия. А, вы просто прыгаете, что ли? Не, подожди, они просто прыгают. Я ничего не делал, они просто прыгают, да? Окей. А, мне не самому насочинять? Это хорошо. Так, хорошо, давайте начнем там... С вопроса. Какого хуя... Какого хуя слезы? Какого хуя слезы стыд? Ага, какого хуя слезы стыд? Нездержанный... Пуф. Какого хуя слезы стыд? Пуф. Хихикать. Смешно должно быть нам, да? Окей. Неспосланный. Удивительный, пустой надежда, мир. Неспосланный. Очень сложное слово. Пение, романтика, тепло. Я забыл свой стих. Емейл. Емейл, нормально, злость, портрет, мучительное, молоко. Молоко, теплота, детство. Давайте, Емейл. Грызть. Зефир. Взрываться, клетка, цвет, объятия. Сахар жаждать. Жаждать, нормально. Тьма, интеллектуальное одеяло, безответственно, необычное, неуклюжее самоубийство. Фейерверк. Мы там выбрали что? Тьма, фейерверк. Нет, давайте выберем лень. Окей. Кролик, шрамы, потрясающие носки. Сломанный леденец. Время летающего, привлечения, красота, пиздец. Я думаю, мы выберем леденец. Кульминация молитвы, драго, депрессия, валентинка, мечта, скрытная, чудесная, живописная. Пузырьки, конечно же, пузырьки. Хорошее слово, пузырьки. Нагноение. Пузырьки, нагноение, блядь. Пузырьки, нагноение, дышать, сердцебиение, существование, бесконечный блеск, грезы, щенок, сука. Окей. Смех, вихрь, купальник, конечно. Наушники, перо блаженства, классики. Убегать, прыгать, сокровище, особый, преободрение. Классики. Природное кодричество, каникул, спутырьки, подсмотрение, жизнь, крик, 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 обидка, обидка, без обидки никуда. Экстремально устойчиво, интеграционированный ваниль, сверкаю. Ваниль, конечно, добавим ваниль наше творение. Небосвод, лето, песочница, кавайный. Кавайный, блядь. Блестящее беспокойство, глупый, поцелуй, мелодия, рознеспособный. Я беспокоюсь за исход стиха, выберу беспокойство. Мышь, котенок, пугающий, желёный облакорад, габаянный. Похоть. Похоть. Ой, порадовался вон-то. Подожди, а я когда наводил славу, какая-то баба прыгала, что ли? Блядь, надо было выбирать. Да, ты едва наводила, она прыгала. Ну ладно. Доброе утро, Куплинов. Я рада, что ты от нас не сбежал. Не, я б так не поступил. Может, от меня это прозвучит странно, но я держу своё слово. И вот я снова в литературном клубе. Я пришёл в последнем, так что в клубе уже бурлила деятельность. Спасибо, что держал обещание, Куплинов. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжёлое бремя. Ведь так сразу окунуться с головой в литературу, когда ты к ней ещё не привык. Ой, да брось с ним так нянчиться. Сайвери сказала мне, что ты вообще не собирался вступать ни в какой клуб в этом году. И в прошлом тоже. Не знаю, планируешь ли ты просто приходить сюда, чтобы убить время. Но если ты не будешь присоединять в нас всерьёз, можешь сразу проваливать. Боже, Нацуки, ты так высокопарно говоришь. А сама все полки в кладовке своей мангой забила. Кажется, Нацуки застряла где-то между словами Моника и Манга. Манга тоже литература! Уничтоженная одной репликой, Нацуки угрюмо плюхнулась на свой стул. Не волнуйтесь, девчата. Куплинов всегда старается за всех сил, пока ему весело. Он часто помогает мне с тяжёлой работой. Мне даже не приходится просить. Готовка, уборка моей комнаты. Он такой благонадёжный. Всё потому, сайори, что по твоей комнате словно ураган прошёлся, и меня это раздражает. А свой дом ты вообще однажды чуть не спалила. Правда? Вы и правда очень близкие друзья, не так ли? Я даже немного завидую. С чего бы? Ты и Куплинов тоже можете стать хорошими друзьями. Сайори! Как обычно, Сайори совершенно невдомёк, в какую неловкую ситуацию она снова меня загнала. О, кстати, Юрия тебе сегодня даже кое-что принесла. Постой, Сайори. А? Мне? Не совсем. Ладно, тебе не стесняйся. Правда, ничего такого. Что там? Просто забудь. Сайори сказала так, будто это нечто особенное. Хотя на самом деле нет. Что же делать? Прости, Юрий, я не подумала. Похоже, пришёл мой час спасать положение. Слушай, не запаривайся так насчёт этого. Я с самого начала ничего не ждал. Так что любой дружеский жест своей страны, это приятный сюрприз. Что бы ты ни приготовил, я буду этому рад. Вот как. В общем, я не стану придавать этому большое значение, если тебе так проще. Хорошо. Что уж тогда возьми. Из своего портфеля Юрий вытащил книгу. Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя не в своей тарелке. Так что я выбрала книгу, которая, на мой взгляд, тебе понравится. Она довольно короткая, так что даже если ты читаешь нечасто, уверенно тебя увлечёт. И мы могли бы, ммм, обсудить её, если захочешь. Ха-ха-ха-ха. Это была загадавля. Силет, ебать такая. Это. Как у неё получается непреднамеренно быть такой бесконечно милой? Она даже не поленилась найти книгу, которая может мне понравиться, хотя практически ничего не читаю. Спасибо большое, Юрий. Я обязательно её прочту. Я с энтузиазмом взял книгу. Не нужно спешить, читай её в своём темпе. Я буду с нетерпением ждать твоего мнения. Когда все расселись, я ожидал, что Моника пойдёт по плану мероприятий клуба. Но похоже, что я ошибался. Моника и Сайори сидели в углу и оживлённо там о чём-то беседовали. Юрий полностью погрузился в книгу. У неё такое сосредоточенное выражение лица, будто она весь день этого ждала. Нацуки же копалась в кладовке. Ух! Я услышал, как Нацуки сердито вздохнула, стоя перед кладовкой. Подожди, где стихи-то? Кажется, она чем-то раздражена. Я подошёл к ней с намерением помочь. Эээ, ты что-то потеряла? Чёртова Моника. Она никогда не возвращает мои вещи на место. Какой смысл поддерживать здесь порядок, если кто-то постоянно устраивает бардак? Нацуки двигала по полке стопки книг о коробке. Эээ, манга? Ты ведь читаешь мангу, да? Эээ, иногда? Чтение манги – то, в чём не стоит признаваться человеку до тех пор, пока не выяснишь, как он к этому относится. Но как ты узнала? Ты так-то об этом упомянула, я слышала. Кроме того, это у тебя на лице написано. Что бы это значило? Ясно. На краю одной из полок по соседству с книгами разных жанров приютился одинокий томик манги. Он бросался в глаза, и я вытащил его оттуда. Вот ты где! Нацуки выхватил его из моей руки, после чего повернулась к коробке с мангой и впихнула томик в неё. Ах, так гораздо лучше. Зияющая дара в полном здании – это, наверное, самое раздражающее зрелище на свете. Мне знакомо это чувство. Я пригляделся к коллекции, которой она так любовалась. Ванильные девочки? Никогда ничего не слышал об этой манге. Это может означать, что она либо не соответствует моей взрослой группе, либо она просто ужасна. Если ты собираешься меня осуждать, можешь делать это вон за той дверью. Она показала пальцем на дверь класса. Эй, я никого не собирался осуждать. Я ведь и ни слова не сказал. Я поняла это по моему тону. Но я скажу тебе одно, Куплинов. Считай это уроком от литературного клуба, не суди книгу по обложке. А вообще... Нацуки вытащила из коробки первый томик ванильных девочек. Я сейчас покажу тебе почему. Она сунула книгу прямо мне в руки. Я уставился на обложку. На ней изображены четыре девушки в ярких одеждах и характерных девчачьих позах. Выглядит чрезвычайно... Моэшно. Что такое моэшно? Не столько стукан. Уа? Уа-а? Что это за реплики, блядь? Это имеется в виду эти какие-нибудь... Из этих вот анимешных фильмов... Уа? Вот это вот? Или как это... Как это должно звучать? Уа? И какое-нибудь... Там облачко какое-нибудь пошло. Или из носа что-нибудь. У-а-а? Нацуки схватила меня за руку и оттащила от кладовки. Затем подошла к окну и села спиной к стене. Она похлопала орелкой рядом, приглашая меня к ней присоединиться. На стульях разве неудобнее? Я уселся рядом с Нацуки. Стулья не катят. Так мы не сможем читать вместе. Эээ... Почему это? Эээ... Так будет проще быть ближе друг к другу. Не говори об этом так. Ты заставляешь меня чувствовать себя странно. Нацуки скрестила руки и немного от меня отодвинулась. Извини. Хотя я не собирался садиться к ней так близко, однако... Не могу сказать, что в этом есть что-то плохое. Я открыл... Сколько ей лет? Подожди. Я открыл книгу. Прошло всего несколько секунд, и Нацуки обратно пододвинулась ко мне, думая, что я не замечу. Когда она заглянула во мне через плечо, я резко ощутила ее желание начать читать, куда более сильное, чем мое собственное. Ээээ, сколько времени прошло с тех пор, как я читала первый том? А? А ты не пролистываешь порой уже прочитанные тома? Да нет. Разве что иногда после того, как прочту все до конца. Эээ, не отвлекайся. Эээх. Так как в сюжете ничего интересного не происходило, я мог одновременно читать и поддерживать диалог. Похоже, манга повествует о группе друзей, учащихся в старшей школе. Типичная повседневность. Я в некотором роде уже вырос из подобного, потому что обилие картинок все же недостаточно для компенсации недостатков сюжета. Итак, что мне от этого ожидать? Тут сюжет-то есть? Разумеется, есть. Думаешь, она понравилась мне, будь мне, не будь мне сюжета? Я хочу сказать... Ладно, я понимал, к чему ты клонишь. Многое начинается с простых вещей. К примеру, там есть забавная глава, где они одержимы парня в магазине мороженого. Но это лишь помогает лучше узнать персонажей. Кроме того, это еще и интересно. Но потом там научатся разные драматические события. Когда сюжет прерывается повествованием об их прошлом или когда начинается романтические отношения. Вот что делает эту мангу настолько захватывающей. Также там хватает и трогательных моментов. Вот как. Похоже, ты и правда знаешь, о чем говоришь. Возможно, я недооценил тебя. Хе-хе-хе. 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 Вот так она посмеялась. Эй, что это должно значить? Хе-хе-хе. Сама посмеяла. Типа подъебала, посмеялась. Потом не поняла, что ее подъебали. И не поняла, что. Короче, ай. Ай. Я буду читать эти реплики вот так. Потому что я не понимаю их выражения. Ай. Хе-хе. Да, буквенно. Вот так вот. Нацуки слегка меня толкнуло. Я просто имел в виду, что мне еще не доводилось видеть тебя такой. Хм. Выкрутился. А в этой главе, кажется, речь идет о выпечке. Мне только так кажется, или в этой манге особое внимание уделено выпечке? Ну. На мгновение нацуки замолчала, как будто не хотела это признавать. Да. А какое это имеет значение? Да никакого. Мне просто любопытно. Тебе ведь тоже нравится выпечка, да? Это... Обычное совпадение. Просто я осваивал выпечку как раз тогда, когда мне в руки попала эта манга. Как будто я стала бы заниматься чем-то лишь потому, что там про это написано. Сочувствую тому, кто столь впечатлителен. Ах, ха, ха. Мы ее поняли, мы ее просто прям изнутри раскусили. Это совершенно точно не совпадение. Думаю, это объясняет интерес нацуки к выпечке. Однако из всех встречающихся в манге увлечений, это определенно одно из лучших. Не говоря уже о том, что она действительно в этом хороша. Так с чего бы мне ее осуждать? Ты кто, бля? Мы читаем еще несколько минут. За это время я успел прочесть еще пару глав. Тебе не скучно? Совсем нет. Хотя ты просто посмотришь, как я читаю. Ну... Мне этого достаточно. Как скажешь. Полагаю, это весело делиться с кем-то любимыми вещами. Я всегда немного волнуюсь, когда убеждаю кого-нибудь из своих друзей почитать понравившуюся мне мангу. Понимаешь, что я имею в виду? Нет? Это не... Нет откуда знать. Что ты хочешь этим сказать? Разве ты не делишься мангой со своими друзьями? Не мог бы ты не сыпать соль на рану. Блин. Ой, прости. Будто мои друзья согласились бы это прочитать. Они считают, что манг для детей. Стоит мне только завести об этом речь, как они такие... Ага, ты что, еще не выросла из-за всего этого? Так и хочется съездить им по физиономии. Эх, я знаю таких людей. Честно говоря, довольно сложно найти друзей, которые не осуждали бы тебя за это, и уж тем более сами этим увлекались. В некотором роде я неудачник, поэтому со временем завелся такими же друзьями неудачниками. Но, видимо, для такой, как ты, все гораздо сложнее. Ага, да, пожалуй, ты прав. Постой, в каком именно месте? Я ведь даже не могу хранить мангу у себя дома. Я даже не знаю, что сделать мой отец, если найдет ее. Ну, хотя бы в клубе можно спокойно ее читать. Разве что Моника иногда гундит. Ну, все против меня. Да, но в итоге ты добилась своего, верно? Вот, я читаю ее с тобой. Увы, это не решает все мои проблемы. Возможно. Но ведь... Но ведь тебе это нравится, да? И? А-ха-ха, посмеялся. Хе-хе, боже, хватит. Ты будешь уже читать, или как? Да, да. Я перевернул страницу. Внезапно Нацуки начала смеяться. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, смеется Нацуки. Я совершенно забыл, что там происходит. Нацуки ткнула пальцем в один из рисунков. Минори, мой любимый персонаж. Ты всегда ей немного сочувствуешь, что она такая невезучая. Но все становится совсем плохо, когда... Ой. Я не должна об этом говорить. Просто досчитай главу до конца. Голос Нацуки искрился от волнения. Это резко контрастировало с ее обычным властным тоном. А у нее властный тон? Нихуя себе нет, не согласен. Но раз она не привыкла к с кем-то обсуждать любимую в мангу, я ее вполне понимаю. Трудно передать словами то ощущение, которое испытываешь, когда находишь родственную душу. И тем более, когда речь идет о Нацуке, для которой это совсем уж редкий опыт. Я улыбнулся этой мысли. Итак, друзья. Эээ. Все готовы к сегодняшним чтениям? Да брось ты. Не могла бы ты подобрать еще менее удачный момент? Прости. Просто я хочу убедиться, что нам хватит времени. Хотя вам там явно очень уютно. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ээ. Ээ. Наконец Нацуке заметил, как близко друг к другу мы сидим. Она поспешно отодвинулась от меня на добрые полметра. Ну, ладно. Думаю, я на этом... На этом я пока и остановлюсь. Я закрыл книгу и передал ее Нацуке. Ты просто возвращаешь мне ее? Тебе разве не интересно, что там будет дальше? А, да, но... Моника же сказала. Не топи. Просто возьми ее домой. Эээ. Правда можно? Я говорю, это по большей части потому, что не планировал тратить на ее чтение свое свободное время. Да, конечно. Здесь ты ее вечно считать будешь. Просто закончу ее до завтра, чтобы мы могли двигаться дальше. И если ты ее помнешь, я тебя убью. До завтра? Я практически только начал читать этот томик. Я могу пропустить свои любимые передачи, если попытаюсь пробраться через эти дебри. Но полагают необходимые жертвы ради того, чтобы увидеть восторженное лицо Нацуке. Или я больше боюсь того, что произойдет, если я не дочитаю. Что ж, ладно. Я встал. Я подошел к своим вещам и аккуратно положил томик в свой портфель. Кстати, никто не забыл вчера вечером написать стихотворение? Эээ, нет. С этими словами мои минуты спокойствия закончились. Не могу понять, что согласился сделать нечто настолько смущающее. Собственно, у меня даже вдохновение было неоткуда брать, ведь я раньше ничем подобным не занимался. Раз все готовы, давайте делиться друг с другом. Жду не дождусь. С Аюри и Моника полный энтузиазма достали свои стихи. Стих Саюри был написан на мятой бумажке, вырванной из блокнота. В противоположность ей, Моника написала свой в тетради для сочинений. Со своего места я уже вижу безупречный почерк Моники. Нацуке с Юри неохотно подчинились и полезли в портфель. И я последовал за ними. Окей, мы сейчас будем читать. Кому мне в первую очередь показать свое стихотворение? Я даже не знаю. С Аюри это подруга Нацуке, это манга. Юри это та, которая застенчивая. Моника это та, которая это. Это нам нужно как бы в софа. Выбрать, кому подкатывать, что мы будем? Или я что-то не понимаю, то нихуя. Допустим, Моника начальник клуба. Давай покажем ей сначала. А, я должен начать с Моники. Вчера она сказала, что очень хотела бы прочесть мое стихотворение, а я хочу, чтобы она знала, как я стараюсь. Привет, Куплинов. Хорошо проводишь время? Эээ, да. Славно. Рад это слышать. Кстати, поскольку ты новенький, если у тебя есть какие-то предположения касательно клуба, например, новых мероприятий, а, предложений или чего-то, что можно было бы улучшить, я всегда готова выслушать. Не бойся поднимать любые мои темы, хорошо? Любые. Ладно, приму это к сведению. Разумеется, я боялся поднимать какие бы... Какие бы то ни было темы. Гораздо лучше просто плыть по течению, пока я тут не обживусь. В любом случае. Не хочешь поделиться со мной своим стихотворением? Это довольно неловко, но думаю, я должен это сделать. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. Не волнуйся, Куплинов. Нам всем сегодня немного неловко. Но этот барьер мы скоро научимся преодолевать. Да, верно. Я отдал Монике свое стихотворение. Махама. Мне понравилось, Куплинов. Правда? Гораздо лучше, чем я ожидала. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. О боже. Не может быть. Это напоминает мне нечто, что могла бы написать Нацуки. Она тоже хороший писатель. Так что можешь считать это комплиментом. Аха-ха-ха-ха. Это уже я. Аха-ха. Смешно, пиздец. Раз ты так говоришь. Ага. Кстати, ты не читал ничего из Шелла Сильвенстайна? Ээээ. Может, когда-то давно? Он известен тем, что рассказывал самые разные истории всего несколькими простыми словами. Его стихи могли быть смешными, милыми и даже грустными. И порой они состояли всего из нескольких строк. Могло даже показать, что они написаны детьми, но если над ними подумать... Они высказывали взгляды на мир, который можно применить к тому... К кому угодно. Ясно. Так ты хочешь сказать, что нацуки такая же? Вроде того. Может, она и не эксперт, но вряд ли ты найдешь в ее стихотворениях много воды. Возможно, писать их легко, но понять заложенный в них смысл крайне сложно. Так что я понимаю, почему ты решил изучить данный тип поэзии. Уверен, что я еще много всего перепробую. Но пройдет еще немало времени, прежде чем я стану чувствовать себя комфортно за этим занятием. Это нормально. Я бы очень хотел увидеть, как ты пробуешь что-то новое. Это лучший способ найти наиболее подходящий тебе стиль. Остальные могут немного предвзятно относиться к стилям, отличным от их собственного. Но я всегда помогу подобрать наиболее близкие тебе. Так что не пытайся угодить всем и писать так, как они этого хотят. Тебе не обязательно впечатлять всех и каждого. Аха-ха. Аха-ха. Ладно, хочешь теперь прочитать мое стихотворение? Не волнуйся, я не очень в этом хороша. Ты говоришь слишком уверенно для человека, который утверждает, что он не слишком хорош. Ну, это потому что я обязан так говорить. Но это не значит, что я всегда ощущаю уверенность, понимаешь? Ясно. Что ж, тогда давай прочту. Дыра в стене, блядь. Э-э-э. Это не могла сделать я. Видишь, шпаклевка выступает сюда. Шумный сосед, парень сердитый. Мне не узнать, и дом был закрытый. Я заглянула внутрь, узнать, в чем причина. Нет, я ослепла, испорчена, как фотопленка на солнце, но уже слишком поздно. Выжжена картина, бессмыс... Это рифм к слову причина, бля, не понимаю. Выжжена картина, бессмысленная в сетчатке глаз, ее не вывести больше. От обычной маленькой дырочки, что не была слишком яркой, но была глубокой такой, что меня поглотила залпом. Тянулась бесконечно, уходя во все и вся дыра возможностей, которым нет конца. И я осознала, что смотрела не внутрь, а выглянула наружу, поняв все про себя. А он с другой стороны глядел на меня. И что ты думаешь? Э-э-э. Его форма довольно произвольная, если можно так выразиться. Прости, я не совсем тот человек, у кого стоит спрашивать отзыв. Э-э-э, все в порядке. Да, в последнее время такой стиль набрал популярность. Сейчас во многих стихах уделяют особое внимание ритмичности слога. Когда его читаешь громко, оно может вызвать сильнейший эффект. Что тебя вдохновило на это стихотворение? А? Ну, я не до конца уверен, как это выразить. Думаю, можно сказать, что у меня было озарение. Оно несколько сказалось на моих стихах. Озарение? Да, что-то вроде того. Мне немного неуютно говорить о таких философских вещах, это может стать довольно острой темой. Может быть, когда все подружцы друг с другом получше? Как бы там ни было. Вот тебе писательский совет от Моники. Порой, когда ты пишешь стихотворение или рассказ, твой мозг чересчур сильно зацикливается на определенном моменте. Если ты всеми силами будешь стараться сделать его идеальным, то никогда не добьешься никакого прогресса. Просто заставь себя продолжить писать, а его приведи в порядок позже. Или вот другой способ это представить. Если будешь слишком долго держать ручку в одном месте, то получишь столько большую кляксу. Так что просто двигай рукой и плыви по течению. Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Ебать. С кем мне дальше поделиться своим стихотворением? Давайте, короче говоря... Ой, какие настройки. Назад. Сохранить. Вот так вот. Да, вот так вот. Давайте оставим. Я думаю, если... Ну, это что-то слишком много читаний. И пока вообще ничего интересного не происходит. Хотя говорили, что очень интересно. Это херь. Возможно, интересность начнется через часа три игры. Не знаю. И закончится на этом. Короче, хер его. Пойми-ка. Как-то так. Пока что как-то так. Один пацан, четыре девки. Что может быть плохого? Но плохое что-то случится обязательно. Так все говорят. Ссылка, если что, напишите в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, комментируйте. Ставьте лайки. Посмотрим, будем мы дальше это читать или нет. Потому что, бляхо, я просто сижу и туплю. Сорок-сорок три минуты, блядь. В монитор сижу и читаю. Читаю, читаю, читаю. Я за сегодня прочитал, наверное, больше, чем главные герои, блядь, за последние пять лет. Короче говоря, ладно. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.